Всем привет! Сегодня игрушка под названием One Must Fall. В принципе, я ее не обязан, конечно, сделать, но и я заинтересовался продолжением Дмитрия Нибилиуса сделать небольшой обзорчик 4 минуты, или как бы 256 секунд, на какую-нибудь ДОСовскую игрушку. И, наверное, это единственный повод, из-за чего я могу рассматривать One Must Fall. Не спорю, игрушка отличная, я как бы в файтингах шарю, но, к сожалению, МС ДОС это не та платформа, на которой вы будете играть в файтинге, скорее всего. По большей части, поэтому именно никто про эту игрушку знать толком не знает. Так, давайте я сейчас просто так предоставлюсь, может, это полегче, чтобы показать вам, что из себя представляет боевку в этой игре. Кстати, файт мод лучше поставить на хайпер, нежели на норму. В хайпере доступны больше спецприемов. Так, изначально вы выбираете персонажа со своими статами, и сила, скорость и выносливость. Это будет понятно, на что каждый из них отвечает. После этого вы, кстати, выбираете робота, которыми будете управлять. То есть роботы, не привязанные к персонажам, вы можете играть разными персонажами и разными роботами. А характеристики вашего персонажа непосредственно влияют на вашего робота. То есть, если вы возьмете какую-нибудь тормозу, то ваш робот тоже будет тормозом. Боевка у себя довольно простая. Вы можете двигаться влево-вправо, прыгать. Дальше нету, зато есть супер прыжок, если нажать вниз-вверх очень быстро. Кнопки ударов всего две. Панч и кик. Но схема боевая взята из стритфайтера. Как, вы спросите? Да очень просто. Если вы будете нажимать просто панч, у вас будет средний панч. Если будете нажимать вперед, то у вас будет быстрый панч. Если будете нажимать назад, то будет сильный панч. Тоже самое с ногами. То есть, подсечку, логично думая, можно сделать вниз-назад. То есть, однако. При этом спецприемник меня отменял. Делаются они повезти так же, как в стритфайтере. То есть, вниз-вперед-вниз-назад. Там, рука, нога и так далее. Как вы заметили, на аренах присутствуют различные плюшки, которые либо обмешают, либо помогают нам. Часто на этой арене вот этот вот шарик, который, если не стукнуть, то лбанет по противному. Ну и еще в игре есть своеобразный фатализм. Если нажать нужно определенную комбинацию клавиш, в тот момент, когда после второго раунда ваш робот встает в победную позу. Игра не обделена одним исключительно режимом. Помимо стандартного файтинга аркадного и мультиплеера со вторым игроком. Да, вот на этой арене нас буквально в смысле обстреливают. Есть еще и так называемый турнирный режим, который по сути представляет этакий РПГ в стиле Creator Fighter. То есть вы начинаете ноунеймом с никакими показателями, с никаким роботом и на гладиаторской арене вышибаете турец других пакетингов. Дабы выбить побольше бабла, что вы покачаете своего робота и своего персонажа. Собственно, только в турнирном режиме доступны некоторые плюшки и некоторые спецприемы. Ну, вот собственно и все. В принципе, довольно качественный файтинг. Если бы он не был бы эксклюзивом для MS-DOS, возможно, про него знали гораздо больше народа и он был бы более популярным. У него был сиквел, но слишком по возможности. В общем, такая вот игра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!